Как установить приложение на SD-карту на вашем Android-смартфоне или другими словами? Как сделать так, чтобы приложение устанавливалось не на внутреннюю память вашего смартфона, а на внешнюю память вашей SD-карты или флешки? Что в принципе одно и то же. Для каких смартфонов на операционной системе Android подойдет данный способ? Подойдет для Samsung, Xiaomi, Meizu, Honor, Huawei, Oppo и ряда еще других брендов. Если именно в вашем случае данный способ не помог, напишите бренд-модель своего телефона и я помогу именно вам это сделать. Не забывайте подписаться на канал и поставить свой лайк. А мы с вами погнали! Безусловно, необходимо учитывать, что все свои действия я буду приводить на примере телефона Samsung Galaxy S9. Плюс у вас, конечно, может быть Xiaomi, Meizu, Honor, Huawei и так далее. Потому, конечно же, некоторые действия могут отличаться. Но, чтобы найти тот или иной пункт меню, Да, заходим в настройки и почти на каждом телефоне сверху, да, вот смотрим. Вот так вот нет. Лупа. Нажимаем лупу и вводим тот или иной пункт меню. Если вы не знаете, как сделать то или иное на вашем телефоне, для этого есть поисковик. Допустим, Google. Набирайте. Как на Xiaomi Redmi Note 8 Pro. Да, допустим, у вас Xiaomi Redmi Note 8 Pro. Сделать то или иное. Включить то или иное. И потом возвращаетесь к видео и продолжаете. К сожалению, я не могу узнать, какая именно у вас модель телефона. Их тысячи. Для того, чтобы устанавливать приложение на SD-карту, мы делаем следующее. Во-первых, идем в настройки. Давайте заново это проделаем, чтобы было наглядно понятно. Мы в самом верху, мы отправляемся в пункт сведения о телефоне. То есть, ваша задача, как вы уже поняли, зайти в то меню, из которого вы сможете попасть в сведения о ПО и найти версию сборки. И нажимаем по нему быстро 10 раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Не требуется режим разработчика уже включен, активирован. Повторяю, что на вашем телефоне это может производиться и это место настройка может находиться в другом месте. Потому вы можете узнать именно, как на вашем телефоне включить режим активировать разработчика, соответственно. Теперь мы просто возвращаемся назад в настройки. И на Samsung режим разработчики, параметры разработчика появляются в самом-самом низу. Давайте зайдем в него. Пролистываем в самый низ. Или другими словами, нам просто нужно найти пункт «Разрешить сохранение на внешние накопители». Он у вас по умолчанию выключен. Мы включаем. Первый шаг закончен. Мы выходим отсюда. И я надеюсь, что на этом этапе у вас Google Chrome. Ну, а как иначе. Открываем наш Chrome. Открываем любую страницу. И нажимаем три точки сверху, как показано. И нажимаем настройки. Здесь мы попадаем в такое меню, где опускаемся в самый низ и нажимаем скаченные файлы. И пункт «Спрашивать, куда сохранять файлы» у вас по умолчанию, конечно же, отключен. Мы включаем. Теперь, когда вы будете скачивать файлы, браузер будет у вас спрашивать, куда мне установить данный файл. На SD-карту или на внутреннее хранилище вашего смартфона. Да, другими словами, теперь вы можете скачивать приложение на SD-карту, а Chrome будет у вас спрашивать, сохранить ли мне на SD-карту или на память смартфона. А как скачать приложение? Так называемый минус, да, но это вовсе не минус. Это то, что вы теперь сможете скачивать на SD-карту приложение, игры и так далее, не с маркета, а из вашего браузера Chrome. Конечно, это нельзя назвать минусом, потому что я вам сейчас покажу, как это делать. А во-вторых, есть другой способ, который позволит вам скачивать приложение и игры с маркета, но вам придется проделать в 20 раз больше действий. Обладать определенными навыками и потратить на это, ну как минимум, полтора часа своего времени. Ну как, считаете ли это минусом уже или нет? Ну и, конечно же, не факт, что вы справитесь с тем более сложным способом, но я могу его и снять, в принципе. Если хотите увидеть, напишите в комментариях. Но это, так сказать, народный способ. Что мы делаем, чтобы устанавливать приложение, игры и так далее, именно на SD-карту? Возвращаемся. И в поиске вводим. К примеру, видим то, что мы вводим Fortnite, соответственно, на Android. И это ни в коем случае вообще ни разу не реклама. Это просто, да, авторитетный сайт. Вы можете, в принципе, это делать на нем. Здесь это буквально заменитель маркета, так называемый. Да что там, вы отсюда даже можете маркет установить, если у вас нет. Что мы делаем теперь для того, чтобы устанавливать приложение на SD-карту? Во-первых, здесь есть все. Давайте посмотрим меню. Пожалуйста, игры, программы и так далее. Вы можете все найти, как говорится, в одном месте. Софт. Есть поиск, пожалуйста, ВКонтакте, Инстаграм и так далее. Ватсап и другие. Это не реклама. Мы возвращаемся на Fortnite. Мы нажимаем кнопочку, нажимаем еще раз, нажимаем ОК. И на этом моменте, если в вашем телефоне установлена SD-карта, то, соответственно, Chrome спросит, куда мне установить. Так как у меня нет SD-карты установленной, у меня он этого не делает. Можете проверить прямо сейчас, он у вас это сделает. Ну, или после скачивания сделает, куда мне поместить приложение. Поверьте, это самый простой способ из существующих. Самый понятный и самый вообще надежный. Наверняка прямо сейчас вы уже установили приложение на вашу SD-карту и радуетесь этому. Если видео вам оказалось полезным или вы считаете, что оно может быть полезно другим, то поддержите это полезное обучающее видео своим лайкосом. А если вы хотите увидеть другие способы, именно по вашему бренду телефона, именно по вашей модели, по вашей операционной системе версии Android, то сообщите данные параметры в комментариях и увидите такое видео. Не забывайте подписаться на канал, чтобы не пропускать новые полезные видео. Ну, а мы с вами, как всегда, безусловно прощаемся, но в то же время скоро, безусловно, и снова увидимся.